Главное богатство любого человека, конечно же, здоровье. Насколько эффективна Самарская система здравоохранения и ее прошлое, настоящее и будущее, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии человек, которого мы ждали на самом деле очень давно, который знает систему здравоохранения Самарской области как никто другой. Это Галина Гусарова, заслуженный врач России, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Галина Ивановна. Добрый вечер. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. К нам в студию можно позвонить. Телефон 202-11-22. Ну, а характер вопросов вы уже определите сами. Галина Ивановна, я смелюсь предположить, что основные столпы и приоритетные задачи системы здравоохранения – это подготовка кадров, строительство медицинских учреждений и их оснащение. Вот, ну, вроде как бы три основных, и они неизменны. Получается, что может программу развития и не менять никогда, вот идти по этим трем стопам и идти. Ну, подготовка кадров сегодня наш медицинский университет готовит очень хороших специалистов. Ректор Александр Владимирович Колсанов на такой высокий уровень поднял сейчас университет и учебу, и знания студентов, и врачей. Врачи уже тоже учатся, затем, потом, на кафедрах. Поэтому насчет подготовки кадров здесь я бы вот сказала, да, сегодня очень высокий уровень. Возможности необыкновенные. Вот я работала когда, и сейчас это просто очень большая разница. Я вот уже не министр 15 лет, но здравоохранение шагнуло так далеко за это время по всем направлениям. Подготовка, я уже сказала, конечно, зависит очень от ректора, зависит от главных врачей, кто направляет врачей на учебу, какие специальности востребованные нужны. А вот строительство, ремонт учреждений, это была такая крайняя необходимость. Вот в наше время, когда был губернатор Титов, я работала министром, мы, конечно же, сделали очень большое дело. Мы построили онкологический центр, который в свое время, вот к нам приезжал тогда главный онколог, был Давыдов, сегодня уже другой, приезжал и говорил, да вы лучше, чем мы тут на Каширке. У вас столько оборудования. Это была как бы основная цель, поскольку онкологическая патология, она с каждым годом увеличивается, увеличивается. Поэтому сегодня онкологический центр работает, оснащен современным оборудованием. А в последнее время, в соответствии с национальными проектами, с программой правительства, губернатора нашего Дмитрия Игоряча Азарова, оснащается онкоцентр уже новым оборудованием, поскольку то старое износилось, новым уже оборудованием. Более того, я уже, коль коснулась этой темы, я хочу сказать, что здесь и Министерство здравоохранения как бы вложило свою лепту по тому, ну все вот едут в онкологический центр. Ведь вот понедельник, вторник, столько машин, столько народу, столько у гардеробов всегда много народа. Поэтому вот уже два года, даже больше, чем два года, вот эти строятся амбулаторные онкологические центры, причем почти в каждом районе города Самара. Планируется на следующий год вот Чапаевск, Сергиевский район, Кенель-Черкасский район. Для чего это делается? Чтобы обследования, они приходили вот там, на местах у себя, и только уже получив первичный диагноз, они приходили сюда, в онкологический центр. Это будет для больного легче. Ну вы понимаете, вот я уже, коли коснулась этой темы, меня всегда удивляет, ну почему приходят запущенные случаи? Ну почему женщина приходит, рак молочной железы, у нее с перепелиное яйцо, опухоль в молочной железе? Ну где же раньше была? Да, вот я обращаюсь сейчас к населению Самарской области. От вас, от нас очень многое зависит, чтобы не умирали в возрасте 30, 40, 50 лет. Все-таки продолжительность жизни должна быть ближе к 80 годам. И больше. Я, вот сегодня, понимаете, все говорят о диспансеризации, но это зависит не только от медицинских работников. Медицинские работники выявили, выявили, должны лечить. Но мы как-то для себя должны понять, что диспансеризация – это мое здоровье. Ранее выявление заболеваний, не только онкологии, это и сердечно-сосудистые, ну и сахарные диабеты, да много заболеваний. Сегодня есть возможность себя вовремя проверить. Пройти вовремя, бесплатно. Конечно. Ну, понимаете, нет. Вот они едут все сюда в онкологический центр, и не все идут вот в эти созданные пункты. Галина Ивановна, давайте звонок послушаем. Это неправильно, вот обращаюсь к вам. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Отойдите, пожалуйста, подальше от телевизора, потому что мы вас совсем не слышим. Будьте добры. У меня такой работа. Да. Я, ну, по-моему, третий группа. Сейчас у меня... Мы, к сожалению, совсем вас не слышим, а вы отошли от телевизора, да? Потому что идет страшный фон, и ничего не можем разобрать. Может быть, сделать таким образом? Вы изложите кратко вашу просьбу. Оператору расскажите, пожалуйста. И вы пришлите... Мы тогда посмотрим, и помочь вам в вашем вопросе... И оставьте свой номер телефона, да. Потому что невозможно разобрать было сейчас, к сожалению. Мы вам поможем. Просто мы сейчас не понимаем, о чем вы говорите. Не слышно. Если сейчас не соединитесь с оператором, набирайте, пожалуйста, еще раз и скажите, о чем идет речь. Спасибо. Может быть, оператор нам передаст. Ну, я думаю, что мы сейчас с вами как-то эту проблему порешают наши ребята за кадром. А мы продолжим разговор. Если вы опоздали к началу программы, я еще раз представлю нашу гостью. Это Галина Гусарова, заслуженный врач России, председатель комиссии общественной палаты Самарской области. Да, кандидат медицинских наук. Поэтому мы сегодня говорим в целом о системе здравоохранения Самарской области. Вы вот уже начали, Галина Ивановна, говорить о строительстве медицинских учреждений. И, насколько мне известно, в период вашей работы в должности министра здравоохранения, он как раз ознаменовался серьезным инфраструктурным скачком. И тогда начали строить фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики. Вы знаете, вот почему это тогда стало... Вот необходимо строить здесь офисы, ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Тогда малокомплектные школы стали закрываться. Это и понятно. Потому что учеников надо учить в достойных учебных заведениях. И я понимала, что школы закрываются. Тогда население просто будет уезжать. Родители с детьми могут уезжать на те территории, где учатся дети. И нам нужно было как бы сохранить население, которое работает в этом селе на сельскохозяйственных работах. И мы тогда стали строить офисы врачей общей практики. А это случилось. Вот я все-таки опять расскажу эту историю. Мы с губернатором... Я работала при губернаторе Титовой. Мы выезжали на территории. Я старалась ему показать не лучшее. А вот какие-нибудь такие моменты... И по строительству, и по помещению, и по оборудованию. Мы заходим в один кабинет. Он мне говорит, почему у тебя такая стоматологическая установка? А там еще такой черный провод был. Это зуб только разрушался. Только разрушался. Ну, такое лечение было тогда. И он предлагает. Вот там, на месте, говорит. Слушай, а если мы построим вот какое-то там помещение, где будут работать врачи? Давай заработную плату сразу повыше дадим. И тогда, может быть, они приедут. Я говорю, а где жить будут? Давай будем строить дома. Или они берут в аренду какой-то дом, а мы там будем оплачивать. И, вы знаете, мне очень помогло телевидение. Я в этот же вечер приехал на телевидение, ГТРК. И всему населению объявило, что мы будем строить офисы врачей общей практики. Так сказал губернатор. Вот так, тогда так и началось. Мы стали ремонтировать фельдшерские пункты, но тогда не было национальных проектов. Тогда не было еще денег из федерального бюджета. Тогда только вот свои бюджетные деньги. Сегодня, сегодня я еще раз повторяю. Посмотрите, вот наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, он сегодня знает медицинскую терминологию. Он знает всю медицинскую статистику. И вот руководитель учреждения или отрасли здравоохранения, слушая его, подумает, то ли он закончил медицинское что-то, имеет медицинское образование или не имеет. Это отчего зависит, потому что он практически проехал во все больницы Самарской области. Он знает, как разговаривать с врачами. Он знает, за что делает замечания. И он делает действительно профессиональные замечания. Галина Ивановна, перебиваю, потому что человек ждет на трубке. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я вчера попыталась взять салон к неврологу. У меня сейчас просто оплата, там, будем говорить, я просто хожу по стенде. И мне ответили, что салон будет или конец сентября, или первая половина сентября. Какое лечебное учреждение? Это четвертая поликлиника Октябрьского района. Так, главный врач Виктор. Оставьте свою фамилию, пожалуйста. Фамилию и телефон. После, да, и телефон. Вот после передачи я сразу с ней созвонюсь. С главным врачом я созвонюсь. Только оставьте телефон и фамилию свою, ладно? Она на вас выйдет сама. Она вам позвонит, главный врач. Спасибо за звонок, Галина Ивановна. Вы как скорая помощь. А, кстати, о скорой помощи. Правда же вы работали фельдшером скорой помощи когда-то в свое время? Да, я начинала работать фельдшером скорой помощи. Я закончила вначале Борское медицинское училище, потом поступила в институт. И весь институт практически работал на скорой помощи, на Кировской подстанции. Они обслуживали зубчининовку. И однажды, молодая, я уже имела ребенка, я училась, я работала. Я ночью падает у меня с колен вот сундучок с лекарствами. Я очень благодарю доктора, который была со мной. Она, конечно, могла меня отругать. Она меня так пожалела. Я не знаю, наверное, она сейчас уже не жива, потому что тогда уже была в возрасте. Царство Небесное ей, но я ее всегда вспоминаю. Вот я ее как наставника вспоминаю. Ведь могла бы отругаться. Там раскололись и все ампулы, и наркотические в том числе, и больной тут лежал. Но вот как-то так, такое отношение, которое мне позволило потом дальше учиться, работать. Вот это к вопросу о наставничестве, да? Галина Ивановна, а вот за развитием этой как раз структуры скорой помощи вы же наверняка тоже следите. И мы сейчас говорили, что у нас многое изменилось. Вы знаете, когда я работала на скорой помощи, нам не хватало автомобилей, конечно же. Нам не хватало оборудования. А что сегодня? Мы тогда, вот при мне, стали открывать неотложную помощь, потому что мы понимали, что скорая не справляется. Не хватает кадров, не хватает автомобилей. Автомобили, конечно, были, уазики были. Ну, что там оборудование какое было? Разве можно сравнить с тем транспортом, который сейчас есть? Посмотрите, вы сделали почти 500 автомобилей на станцию скорой помощи. Новых автомобилей. Неотложная помощь также имеют автомобили. Поэтому сегодня у врачей возможность доехать, не дойти, а доехать до больного, конечно же, эта возможность сегодня есть. Если, конечно, не считать каких-то эпидемий, ну, тем более пандемий, а вот в такая работа. Поэтому я за врачей скорой помощи. Знаете, я вообще за врачей, знаете, рада. Они наконец-то стали работать на достойном оборудовании и в отремонтированных лечебных учреждениях. Посмотрите, Сызрин. Ну, была больница в тяжком положении сегодня. Сегодня там замечательно все построено, поликлиника и стационар. Сегодня строится в Волжском районе, не строится, а построены две поликлиники. Там же, кстати, есть и центр онкологической вот этой помощи. Да, да, да. Там, где обследование должно проходить. Сегодня фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики продолжают вот то, что мы начали делать. Офисы врачей общей практики, амбулатории. Сегодня семь амбулаторий в области. Вот я поехала в Сызранский район. Я, конечно, всегда заезжаю в больницу. Я всегда с главным врачом потом мы беседуем, смотрим. Я прохожу, мне очень приятно, когда ко мне подходит Галина Ивановна. Мы с вами работали, вспоминают, обнимаемся. И, конечно, я могу видеть какие-то, может быть, и недостатки. Я, конечно, об этом всегда говорю. Но стараюсь в каждом учреждении бывать. Вот Сызранский район. Мы едем в поселок Верхний Санчелеево. Есть такой. Там есть амбулаторию построили. И в амбулатории есть, как бы, знаете, стационар дневного пребывания. Буквально на 3-4 коечки. Больной, кроме того, что может прийти, его там посмотрели, назначили лечение, может еще 2-3 часа быть на амбулаторной кровати, где ему внутривенно прокапывают какие-то лекарства, которые ему необходимы. Большой стационар в поселках делать нельзя. Потому что туда не поставишь вот этого оборудования. Ни компьютерные томографы. Там нет такой необходимости. И не нужно этого делать. Но зато я приезжаю в центральную районную больницу. Главные врачи и молодые, и те, которые со мной работают, они меня ведут. Галин Ван, посмотрите в поликлинике компьютерный томограф. Галин Ван, посмотрите, какой у нас маммограф. Посмотрите там. Вот они так радуются. С вами работать приятно на таком оборудовании. Конечно, работать приятно. А потом какая диагностика? Я же сказала, как мы работали на нейрохирургии в то время. А сейчас, мне кажется, ну надо же, при таком оборудовании. И я еще раз хочу сказать, при таком отношении губернатора. Безусловно, иначе ничего не было. Вы знаете, при таком отношении и обучать. Вчера заседание Думы. И на Думе принято решение 4 миллиарда здравоохранений. 2 миллиарда на ремонт, на лекарства, там какое-то оборудование. А 2 на повышение заработной платы медицинским работникам. Они того заслуживают на самом деле. Галина Ивановна, очень приятно говорить о наших победах, о том, как развивается система здравоохранения. А вот видите ли вы какие-то болевые точки, может быть слабые просто звенья, куда стоило бы направить усилия для того, чтобы она развивалась еще эффективнее? Ну вот первый звонок. Первый звонок, когда, нет, первый мы не услышали, а второй звонок, она, ей нужно к невропатологу. И она записана, что-то там на конец сентября. Что-то здесь, значит, не срабатывает. Или сам больной себе назначает врача. Или все-таки его участковый врач делает назначение. И считает, и уже считает, когда, когда нужно срочно посмотреть, или там отсрочка какая-то должна быть. Но сегодня возможности через госуслуги электронные, и подойти в поликлинику, и по телефону, есть такая возможность. Что в сельских районах? Вот я бываю в сельских районах, и все равно я вижу в первой половине дня очередь. Почему? Могут ли они вот так вот записаться и приехать? Это ведь не в городе, ты сел на трамвай и приехал. А с поселка в районный центр автобус уходит утром, и вот она с этим автобусом едет, хотя она записана на 2 часа дня, допустим. Вот я с ними разговариваю, когда я всегда разговариваю, с посетителями, с больными. И она, конечно, приезжает, и вот не совсем срабатывает эта система на селе. Будет она как-то отработана, мне трудно сказать, это зависит от транспорта. Еще мне ставят вопрос, Галина Ивановна, вот скорую мы вызываем. Скорая приехала, посчитала, нужно госпитализировать, вот такой сомнительный диагноз, нужно госпитализировать, привозят в больницу. А там врачи смотрят, и человек не нуждается в госпитализации, а его привезли в 2 часа ночи. Иди обратно. Мне задают вопрос. Обратно. А на чем обратно? Ну хорошо, если кто-то на машине за ними ехал за скорой помощью, он там заберет его домой. Но я вспоминаю, и сейчас это есть, и Министерство здравоохранения тоже этот вопрос ставят перед главными врачами, перед системой вот этой вот ночных дежурств. У нас есть в каждом лечебном учреждении диагностические койки, 2-3 койки. Раз скорая привезла, значит, у скорой был вопрос. Врачи считают, что в госпитализации такая вот на несколько дней не нужно положить на диагностическую койку и понаблюдайте. А утро пришло, там и транспорт есть, и, ну, то есть доставка больного, возвращение больного домой в дневное время, это уже, ну, обычное дело. Это транспортом, общественным. Вот тоже такой вопрос, его задают мне очень часто. Галина Ивановна, на недавней коллегии Министерства как раз губернатор Дмитрий Игорь Чазаров отметил еще такую болевую точку. Вы, в принципе, уже начали об этом говорить, когда врачи назначают какое-то, какое-то обследование пациентам государственных медицинских учреждений вот именно на несколько месяцев вперед, тем самым вынуждая человека найти эту услугу в платных каких-то учреждениях. И, в общем, по распоряжению губернатора будут создаваться специальные общественные комиссии с участием как раз представителей общественной палаты. Это поможет? Что с этим делать? Вот в эту комиссию как раз вхожу я. Вот. И я буквально практически или с работником Министерства здравоохранения, или когда сама выезжаю по своим вопросам общественной палаты, я как раз включена в эту комиссию. И мы смотрим, вот как раз мы смотрим, что можно сделать. Но, вы знаете, мы тут должны понимать одно. У нас есть фонд медицинского страхования. Мы платим налоги. Я должна сказать, налог не очень большой, который не позволяет вот все услуги сделать бесплатными. Каждое лечебное учреждение делает, ну, проще сказать, заявку. Вот эти услуги все будут сделаны бесплатными. А вот на какую-то часть услуг денег не хватает из фонда медицинского страхования. Поэтому государственные учреждения предлагают платную услугу. Мне тоже это не нравится. Мне тоже не нравится, когда на государственном оборудовании, в государственном учреждении оказывается платная услуга. Но здесь вот мы должны понимать, что не хватает в фонде медицинского страхования на все. Поэтому вот какие-то отсрочки такие бывают. Но они должны быть разумными. В зависимости от диагноза, от состояния человека, эти отсрочки должны быть разумными, конечно. И мы вот, губернатор действительно создал такую комиссию по обращениям граждан. В эту комиссию входят и представители фонда медицинского страхования. Мы смотрим обращения граждан. Часть обращений бывают обоснованными. Часть, ну, часть бывает необоснованной, всякие бывают. Поэтому, когда мы видим обоснованные, то, конечно, должны приниматься меры к тем людям, которые что-то недосмотрели, неправильно лечат. Вот просто один пример приведу. Обратилась мама, мальчик, заболел мальчик. Стали смотреть, каково его состояние. Вовремя не определили, не увидели, что у него очень высокие цифры сахара в крови у ребенка. Конечно же, это обоснованные. Мы начинаем смотреть, от чего зависит, кто лечил. Образование у этого специалиста есть или нет. Может быть, кто-то вообще другой лечил. Хотя есть эндокринолог. Должны же смотреть. То есть, вот, и губернатору затем информацию эту докладываем. Что есть, конечно, не все идеальное. Не идеально все министерство тоже работает. Всегда есть проблемы. Чем у меня были, после меня сколько было. Сейчас Биньян Армен Сисакович, он очень старается, грамотный очень человек в этом плане, выстраивает всю эту политику. Ну, что-то удается исправить, что-то нет. Ну, по крайней мере, те обращения, которые обоснованы, мы помогаем, ну, очень быстро. Я не могу сказать там по часам, но мы помогаем очень быстро. Это правильно делает Дмитрий Игоревич. Вы знаете, вот он, он всегда как бы ставку делает. Вы знаете, вот программа содействия у него, да? Он бы сказал, вот мы делаем, вот только это будем делать. Галина Ивановна, я, к сожалению, вынуждена вас перебить. Еще пять листов вопросов, но время наше вышло. Спасибо огромное за то, что вы приехали к нам в студию. С нашими зрителями прощаемся ровно на неделю. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!